Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Но я уверена, что сегодня нет никакой необходимости говорить о тех стандартах первой и второй линии лекарственной терапии рака желудка. И мое сообщение в большей степени посвящено именно новым возможностям лечения рака желудка, именно иммунотерапии данного заболевания. Вообще, если мы говорим в целом об опухолях желудочно-кишечного тракта, то эти клетки обладают достаточно высокой мутационной нагрузкой, то есть наличие соматических мутаций у них достаточно большое, уступает место лишь клеткам меланомы, уступает место клеткам рака почки, рака легкого. И это все послужило основанием для проведения достаточно фундаментальных клинических исследований по оценке эффективности иммунотерапии у данной категории больных. И в начале своей презентации я бы хотела спросить аудиторию о том, как вы считаете, какой же наиболее значимый маркер определяет эффективность иммунотерапии в качестве третьей и последующей линии диссиминированного рака желудка или кардиозофилирального перехода. Является ли это уровень экспрессии PD-L1, уровень CPS, наличие микростелитной нестабильности, либо дефицита в системе репарации белков, или же это рак желудка, ассоциированный с вирусом Эпштейна-Бар. Да, действительно, согласно с аудиторией, никто не говорит о том, что инобар имеет очень важное значение, поэтому, наверное, на этом моменте нужно будет остановиться. Какие же биомаркеры мы изучаем при планировании иммунотерапии у больных опухолями желудочно-кишечного тракта? Ну, это, конечно же, PD-L1, это наличие микростелитной нестабильности и так называемый параметр CPS. Что же это такое? CPS представляет собой количество окрашивающих PD-L позитивных клеток, причем это не только клетки опухолевой ткани, это клетки иммунной системы, деленные на общее количество жизнеспособных клеток, умножимая на 100. Выражается в виде числового значения, максимальная цифра составляет 100 единиц. Это достаточно легко воспроизводимый и в то же время весьма эффективный предиктор ответа на иммунотерапию, в частности, мы будем говорить об иммунотерапии пембролизумаба. Если мы обратимся к существующим на сегодняшний день рекомендациям, будь то американские рекомендации, то мы видим, что иммунотерапия, в частности, пембролизумаб, используется не только для лечения опухолей, которые ассоциированы с микростелитной нестабильностью, но и как самостоятельная линия терапии в качестве третьей линии терапии при наличии экспрессии PD-L1 по уровню CPS больше единицы. Наши российские рекомендации выглядят аналогично, а вот если мы откроем европейские рекомендации, то там вообще нет указания на иммунотерапию. И получается, кому нам верить, каким рекомендациям следовать и каким рекомендациям руководствоваться при назначении терапии. Для нас, конечно же, имеет значение мишень, а мишень в данном случае это экспрессия PD-L1. И в 2017 году был опубликован достаточно большой обзор. Он включил в себя целый ряд авторов. И все эти авторы говорят о том, что частота экспрессии PD-L1 при опухоли желудка колеблется от 20 до 60%. Но в этом же обзоре было показано, что наличие экспрессии PD-L1 является негативным фактором. Поскольку PD-L1 негативные опухоли, они демонстрируют преимущество в показателях общей выживаемости. Мы видим, ну вот верхняя кривая, мы видим, насколько PD-L1 негативные опухоли выигрывают в показателях общей выживаемости. Первые ссылки на иммунотерапию, это всем хорошо известное исследование, исследование ТРАКШН-2. Это исследование было выполнено на азиатской популяции пациентов. Это больные, которые получили ранее 2 и более линий предшествующей терапии, стандартная терапия, это и платиновые дуплеты, это и токсаны. И в качестве третьей линии у них оценивалась эффективность Ниволумаба. Сравнение было с группой плацебо. И мы видим, что в данном исследовании, что нечасто, если только мы не говорим о меланомии или раке почки, мы видим увеличение безрецидивной выживаемости. И, естественно, было показано увеличение и общей выживаемости, что явилось основанием для регистрации этого препарата, но первоначально только на азиатской популяции. В последующем же аналогичное исследование было индуцировано и на европейской популяции пациентов. Это исследование ЧИКМЭК-32. И в этом исследовании нас интересует первая когорта больных. Почти 60 больных вошло. Это больные, которые получали Ниволумаб в стандартной дозировке. Что же мы видим среди этих пациентов? Что Ниволумаб продемонстрировал достаточно неплохую клиническую эффективность. Безрецидивная выживаемость 12-месячная состояла 8%, а общая выживаемость 18-месячная 25%. То есть эффекты достаточно неплохие. При этом клиническая эффективность тоже была достаточно неплохой. 12% – это полные частичные регрессы, 20% – это стабилизация. То есть в целом 32% больных ответили на терапию. И медиана длительности ответа составила 7 месяцев. Причем препарат был эффективен не только у пациентов ПДЛ-позитивных, но и у ПДЛ-негативных пациентов. Поэтому для назначения Ниволумаба не требуется определение уровня ПДЛ в опухолевой ткани. И вот это исследование явилось регистрационным фактически. И на сегодняшний день мы имеем новую опцию для лечения наших пациентов. В России этот препарат зарегистрирован в середине сентября в качестве монотерапии после двух и более линий лекарственной терапии. Что мы имеем, кроме Ниволумаба? Ниволумаба – препарат, который уже давно вошел в нашу практику, занял достаточно большую нишу. Мы его хорошо знаем, знаем особенности этого препарата. И речь идет о пембролизумабе. Так вот, история изучения пембролизумаба начинается с изучения монотерапии. Международное рандомизированное клиническое исследование, исследование второй фазы. Здесь было несколько рукавов с разными критериями набора пациентов. Набор проходил последовательно. Но для нас клинический интерес представляет первая когорта. Это больные, которые после двух и более линий терапии получили в монорежиме пембролизумаб. Естественно, лечение проводилось максимально в течение 24 месяцев, либо до развития токсичности, или отзыва информированного согласия. Основная цель – это частота объективного ответа и безопасность. И было показано, что частота объективного ответа составляет 11,5%. При этом стабилизация у 16% больных. То есть в целом примерно почти треть больных имели преимущество от назначения этого препарата. Но мы посмотрим, если на глубину ответа, и если пациент в целом медиана длительности ответа была примерно 8,5 месяцев, то у больных ПДЛ позитивных, обратите внимание, длительность ответа была достаточно высокая, колоссальная – 16,3 месяца. То есть надо помнить о том, что это третья линия терапии рака желудка. И такие колоссальные цифры мы можем получить. Если посмотреть на кривые безрецидивной общей выживаемости, они выглядят таким образом. Медиана общей выживаемости 12-месячная – 23%. Безрецидивная общая выживаемость составила 2 месяца. Если посмотреть на частоту объективного ответа в зависимости от уровня ПДЛ, то здесь мы видим еще более выраженную колоссальную разницу. Если в целом эффективность была 11,6%, то у ПДЛ позитивных 15,5%, в то время как у ПДЛ негативных всего 6,4 месяца. Длительность в целом была 8,4%, но еще раз обращаю внимание, ПДЛ позитивные пациенты имели длительность ответа 16,5 месяцев. Если посмотреть на кривые безрецидивной общей выживаемости в зависимости от уровня ПДЛ, здесь тоже есть разница, но она не очень колоссальная. Безрецидивная 6-месячная выживаемость 17 против 10 у ПДЛ негативных, а общая выживаемость 15 против 9,2 у ПДЛ негативных. То есть, по сути дела, ПДЛ-1 – это маркер, который может нас нацелить на назначение иммунотерапии, но все-таки он не очень позитивен. В дальнейшем было проведено следующее исследование КИНОТ 061 по сравнению эффективности пембролизумаба и поклитоксила. Это пациенты, которые получали лечение в качестве второй линии терапии. Международное рандомизированное многоцентровое исследование. Это больные, которые прогрессировали после первой линии химиотерапии. Первая и достаточно основная когорта больных 490 пациентов, у них уровень ПДЛ не учитывался. А заключительная, финальная группа – это больные, 100 больных, которые имели уровень СПС больше единицы. Лечение проводилось либо пембролизумабом, либо тот самый еженедельный режим, который нам хорошо известен. И основная цель – это оценка общей выживаемости и безрецидивной выживаемости при уровне СПС больше единицы. И что мы получили? Поскольку основной целью была оценка общей выживаемости, то в данном исследовании, хотя пембролизумаб и продемонстрировал увеличение общей выживаемости, но разница была статистически недостоверна. А вот в отношении безрецидивной выживаемости здесь вообще получился дисбаланс, потому что на пембролизумабе безрецидивная выживаемость была практически в 2,5 раза ниже, чем на поклитокселе. Но если мы посмотрим на график, обратите внимание, то примерно 15% больных, которые получали пембролизумаб, они демонстрируют безрецидивную выживаемость очень долгую. То есть 6, 12, 18, 24 месяца, и они имеют длительную безрецидивную выживаемость. Хотя к этому времени больные, которые получили поклитоксел, они уже все давным-давно запрогрессировали. То есть вот именно вот эти хвосты в графиках, они имеют колоссальное значение. Это говорит о том, что иммунотерапия имеет отсрочный эффект, реализуется отсрочно. И больные, которые ответили на лечение, имеют, конечно же, преимущество. Частота объективного ответа. Пембролизумаб не увеличил частоту объективного ответа. Но еще раз обращаю внимание, что длительность ответа в группе пембролизумаба она была значительно выше, чем в группе больных, которые получали поклитоксел. То есть 18 месяцев длительность ответа на пембролизумабе и почти в 3,5 раза ниже на поклитокселе. Ну вот еще раз, это кривая общая выживаемость. Если мы посмотрим, то первые 6 месяцев кривая выживаемости больных на пембролизумабе она вообще проседает. Но потом больные, которые ответили на лечение, они подтягивают этот график. И в итоге общая выживаемость оказалась выше, чем при терапии поклитоксела. Когда стали изучать какие-то особые маркеры, то заметили, что крайне важное значение имеет статус ЭКОК, крайне важное значение имеет уровень ПДЛ, крайне важное значение имеет наличие микростелитной нестабильности. Вот если мы посмотрим на третий график, то мы видим, что эффект от пембролизумаба зависит от уровня СПС, больше единицы или больше 10, и от статуса по ЭКОК. Вот левый центральный график, это ПДЛ, СПС больше единицы, но разница в выживаемости здесь колоссальная. ЭКОК единица, хотя вроде как это сохранные больные, ЭКОК ноль. При единице медиана выживаемости всего лишь 4,8 месяца, а при ЭКОКе ноль медиана выживаемости на пембролизумабе уже 9,1 месяца. То есть вероятнее всего, даже больные в состоянии ЭКОК-1, они не успевают реализовать свой эффект. Поэтому назначать этот препарат нужно абсолютно с охранным пациентом. Ну а при ЭКОКе ноль и СПС больше 10, медиана выживаемости составила 10,5 месяцев против 8 месяцев в группе поклитоксела. Закономерный вопрос, может ли иммунотерапия запускать гиперпрогрессирование и все-таки кому нам в первую очередь рекомендовать назначение этих препаратов? Так вот, мы с вами имеем данные клинических исследований, которые проводили оценку эффективности пембролизумаба у больных различными солидными опухолями, но с наличием микростелитной нестабильности. Исследования КИНОТ 12, 16, 28, 158 и 164 больные различными солидными опухолями, но главным условием было это наличие микростелитной нестабильности, разный режим дозирования пембролизумаба. И что мы получили? Всего 149 больных. Из них это 90 больные колоректальным раком, и 49 это другие солидные опухоли. Так вот, из этих 149 с характеристиками, в основном это средний возраст 55 лет, больше преобладали мужчины, белые расы ЭКОК 0, 36, ЭКОК 1, 64 процента, почти все больные имели метастатический процесс и как минимум получили две линии лекарственной терапии. Частота объективного ответа, частота эффективности пембролизумаба у них составила почти 50 процентов. Колоссальная цифра. Длительность ответа была у некоторых пациентов, достигала двух лет. Так вот, среди этих 59 больных, 9 пациентов, это были больные раком желудка. Эффект у них достиг почти 60 процентов. Колоссальные цифры. У кого мы можем в первую очередь заподозрить наличие микрострелитной нестабильности, если мы говорим о больных раках желудка? Это, во-первых, частота от 2 до 4 процентов в целом. Это, как правило, женщины старшей возрастной группы с наличием опухоли в дистальных отделах желудка, мультифокальная форма роста и наличием гистологически-интерстициального типа. Если мы посмотрим на те исследования, которые были, исследование КИНОТ-059, это монотерапия пембролизумабом, среди 174 пациентов у 7 была микрострелитная нестабильность. Посмотрите, какая цифра была объективна ответа. Почти 60 процентов. Это составило примерно 4 процента, что и соответствует статистике. А в исследовании КИНОТ-061 у 2,5 процентов была обнаружена микрострелитная нестабильность. И то же самое. Смотрите, какая эффективность. При наличии микрострелитной нестабильности поклитоксел всего 17 процентов, а пембролизумаб почти половина процентов отвечает полным и частичным регрессом. И при этом, обращая еще раз внимание, длительность ответа почти 2 года. Но если убрать все-таки больных с микрострелитной нестабильностью из этой когорты, это всего 4 процента. Кому мы еще можем рекомендовать? Вот как раз в рамках проекта Атлас генома рака в этом году была предложена абсолютно новая классификация рака желудка в зависимости от генетических особенностей. И выделены 4 подтипа. Это хромосомно-нестабильный, это геномно-стабильный. И вот два типа, которые для нас с вами представляют наибольший интерес. Это опухоли, которые ассоциированы с вирусом Эпштейн-Абар и опухоли с микросателитной нестабильностью. Что такое вирус Эпштейн-Абар? Когда его геном встраивается в геном опухолевой клетки, он приводит к гиперэкспрессии интерлекина-1, интерферона-гамма и гиперэкспрессии ПДЛ-1, ПДЛ-2. И, естественно, это приведет к гиперметилированию клетки и резко повышает ответ на иммунотерапию. По данным разных авторов частота рака желудка, ассоциированная с вирусом Эпштейн-Абар, колеблется до 30%, но в среднем это где-то 9-10%. И наличие такого рака резко повышает чувствительность к иммунотерапии. Ну вот, если вирус Эпштейн-Абар, это 10%, если микросоциалитная нестабильность, это 4%, то есть, грубо говоря, это 15% больных. А что делать остальным 85% больных? Неужели возможности иммунотерапии для них закрыты полностью? Ну, нам, как всегда, хочется помочь всем больным. И что мы знаем на сегодняшний день о первой линии химиотерапии рака желудка? Несмотря на то, что ХР2-позитивный рак желудка ассоциируется с неблагоприятным прогнозом, но, тем не менее, лечение, правильно подобранное лечение, это добавление тростузумаба, дает наиболее высокие показатели общей выживаемости этих пациентов. Так вот, в этом году на АСКО были доложены промежуточные результаты клинического исследования по оценке эффективности химиотерапии в режиме КАПОКС. У больных ХР2-позитивным раком желудка в сочетании с тростузумабом и пембролизумабом. И было показано, что у этой когорты больных добавление пембролизумаба увеличивает медиану безрецидивной выживаемости до 11,5 месяцев. А медиана общей выживаемости 12-месячная, 76%. Конечно, цифры колоссальные. И поэтому, конечно, надо стремиться к тому, чтобы максимальное количество пациентов получали наиболее эффективные режимы терапии. Вот так вот выглядят наши рекомендации Русска 2019 года. И мы видим, что здесь в качестве иммунотерапии два варианта, это терапия пемболизумабом и терапия неволумабом, они достаточно прочно вошли в стандарт. На сегодняшний день пемболизумаб у нас зарегистрирован в качестве второй линии иммунотерапии рака желудка, но при наличии СПС больше 10, в качестве третьей линии при наличии СПС больше 1. И абсолютно новой рекомендацией, которая зарегистрирована в феврале нынешнего года, стало наличие любой солидной опухоли, в том числе и рака желудка, с наличием микросателитной нестабильности. И в заключение мне бы хотелось задать еще один вопрос, вопрос для голосования. Пациентка 48 лет с кардиозафигиальным раком, аденокарцинома, HER2 негативная, с наличием дефицита в системе репарации белков, комплексное лечение с 2015 года, с 2017 года поражения печени, две линии терапии без эффекта, возможные варианты терапии для третьей линии. Олег Сергеевич, у нас... А, все, голосование идет. Ну, мнение немножко разошлось, но на самом деле большинство действительно голосует за пембролизумаб. Конечно, наличие дефицита в системе репарации белков это стопроцентное показание для назначения пембролизумаба, в меньшей степени для неволумаба, но рамоцирумаб это стандарт только второй линии лекарственного лечения. Ну, и, конечно, если опираться на постулаты доказателей медицины, все сложнее и сложнее нам становится выбирать наиболее оптимальные режимы химиотерапии, иммунотерапии. Но надо помнить о том, что на сегодняшний день лечение рака желудка это серьезная проблема не только для нас, как для клиницистов, но и для пациентов. И, конечно, иммунотерапия, она сделала революцию, но она не должна назначаться абсолютно всем пациентам. Наша задача с вами отобрать именно тех больных, которые продемонстрируют наиболее высокую эффективность, хотя бы ожидаемую эффективность 50% это как раз больные с наличием микросателитной нестабильности и больные с наличием рака, ассоциированного с вирусом Эпштейна-Бар. Спасибо за внимание и, как и все лекторы, я приглашаю вас на форум «Белые ночи». Редактор субтитров А.Семкин» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова